Королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается на поляне Гусеница Бетти Тебе, Гастон Тебе, Бен Тебе, Холли А это тебе, Бобби Пчела Ой, а ты кто? Это гусеница Привет Бен, ты знаешь язык гусениц? Эм, не совсем Похоже, она говорит Бетти Привет, Бетти Мы играем с нашими друзьями Гастоном, Божьей коровкой И Бобби Пчелой А ты хочешь поиграть с нами? Похоже на согласие Эм, давайте поиграем в гонки Победит тот, кто первым перебежит поляну А летать можно? Никаких полетов и никакой магии Хорошо На старт Внимание Марш! Ого, вы посмотрите на Бетти Ого, молодец, Бетти А давайте Гастон покажет нам трюки Хорошая идея, Бен А мы пока что немного отдохнем Смотри, гусеница Бетти грустит Похоже, она себя неловко чувствует Я ее развеселю Хорошо Тогда давай, Бен Ты не грусти, Бетти Летать это еще не все Эльфы тоже не летают А ведь я же эльф Это не особо-то и помогло Может, благодаря магии она полетит Ты можешь такое? Я Я так думаю Абра-кадабра Лети, Бетти, лети Ого, сработало О, я не думала, что такое случится Мы должны ее спасти Может, другое заклинание? Нет-нет, у меня есть идея получше Игук Тихо, Бетти, спокойно Оу Так лучше Здорово Привет, Холли Привет, папа Что здесь вообще происходит? А у Бена небольшие проблемы Помогите! Я вижу Стой! Стой! Все становится, когда скажу стоп, стоп, стоп Что вы сделали с этим несчастным существом? Мы просто хотели помочь ей Бетти расстроилась, потому что она не умеет летать Понимаю Не стоит волноваться Скоро она сама сможет летать Как? Ну, потому что она одна из этих насекомых Гусеница? Да, спасибо, Бен Да, это гусеница И они меняются Правда? Ну, конечно Вам не стоит волноваться Эм, хорошо Если хотите ей помочь, найдите много листьев Она их ест И если мы хотим, чтобы она летала То надо накормить ее листьями? Конечно Она должна скушать очень много листьев Зачем? Увидите Сначала насобирайте листьев Сейчас узнаем, кто насобирает больше всего листьев Хорошо Давай Оу, думаешь, мы скормили Бетти слишком много листьев? Да И теперь она немного толстая Так она не сможет взлететь Так намного лучше Она значительно поправилась А, папа А как это поможет Бетти летать? Хо-хо-хо Увидите Пора домой Это няня Плам Мне пора Бен Домой Это мой папа Увидимся завтра До завтра, Бен Спокойной ночи, Бетти Папа сказал нам накормить Бетти Но теперь она такая большая, что точно не взлетит Папа, наверное, ошибся Холли Папа никогда не ошибается Он король А короли очень умные Но как Бетти взлетит? Потерпи, увидишь Спокойной ночи, Холли Спокойной ночи, мама Но как Бетти гусеница взлетит? Ну, просто она больше не будет гусеницей Я не понимаю Завтра поймешь Спокойной ночи, Бен Спокойной ночи, пап Уже утро Бен, Бен Холли Привет, Бен Привет, Холли А где Бетти? Я... я не знаю Но посмотри туда Что это такое? Не знаю Но этого вчера здесь не было Привет Привет, Валет Привет, Стробери Фу, что это такое? Мы не знаем Это кокон Гусеницы их делают То есть Бетти гусеница внутри? Да Но когда она вылезет из кокона Она больше не будет гусеницей А кем она будет? Возможно, жабой Жабой? А может, птицей? Понятно Бетти гусеница станет птицей И тогда Сможет летать А, кокон Да, папа Бетти гусеница внутри кокона И когда она оттуда вылезет То она сможет летать Ведь она станет птицей А, как правило, из гусениц птицы не получаются Они становятся жабами? Нет, не жабами Тогда кем же она станет? Ого! Привет, Бетти! О, она такая же! У нее есть крылья! Ого! Теперь она бабочка! Бетти-бабочка! Смотрите, они все вместе летают Она выглядит счастливой Присоединимся к ним Теперь все могут летать А я не могу Э, Бен Я думал, что эльфы хорошо летают на божьих коровках Точно! Эльфы ведь летают на божьих коровках А я же эльф Гастон! Спасибо, Гастон! Давай, полетели! Игул! Бен, бабочка! Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается на холме для пикников Пчелы! Ах, как же я люблю пикники! Да, нет ничего лучше, чем завтрак на траве Не желаете ли сэндвич? Спасибо, королева Это сэндвич, милый Ммм, вкусно! Обожаю сэндвичи с медом! Аааа, Кыш! Улетай отсюда! Хе-хе-хе! Папочка, да это же просто пчелы! Они мне не нравятся! Зачем они нужны? Зачем нужны? У них мы берем мед для ваших сэндвичей! Нет, мед я беру из большой банки! Хе-хе-хе! Папа! Хе-хе-хе! Дорогой, ты ходил в школу? Ходил! В школу для королей! Учился махать ручкой! Хе-хе-хе! Король! Бен прав! Пчелы делают мед! Правда? Как они его делают? Все начинается с цветка! Пчела ест сладкий нектар! Она ест и ест и ест и ест и ест и ест! Спасибо, миссис Эльф! Наевшись нектара, они возвращаются в улей, чтобы сделать из него мед! Я хочу посмотреть на улей! Я могу показать ему! Хорошая идея! А пока вы будете там, может, наберем еще медку? Конечно, Ваше Величество! Мы принесем вам баночку свежего меда! Мистер Эльф, сколько пчел живет в улье? О, в улье живут тысячи пчел, милая! Тысячи! Класс! Наверное, они очень громко жужжат! Да, так и есть! Жужжат они громко, так что будьте готовы к сильному шуму! О, как тихо! Старый Эльф, где же все пчелы? Они улетели! Улетели? Да, все улетели! Мы стоим и смотрим, не вернутся ли они! Смотрите, эта пчела-королева! Остальные пчелы всегда летят за ней! Отлично! Она привела их обратно в ульи! Теперь все в порядке! Можно расслабиться! Итак, Бен и Холли, что я могу для вас сделать? Мы пришли посмотреть, как пчелы делают мед! Тогда вы пришли точно по адресу! Это пчелиный улей! А я хранитель пчел! Нам нужна банка меда для короля! Без проблем! Значит, мы зайдем туда и наберем меда! Где две? Подожди минутку, няня Плам! Нельзя просто так войти в улей! Там тысячи пчел! И у каждой есть жало! Думаю, им совсем не понравится, если мы возьмем у них мед! Ох! И что же нам делать? Сначала надо усыпить пчел! Как? Ну, придется поколдовать немного! А я думала, ты не любишь колдовство! Я не люблю, но если мне предстоит встретиться с тысячей злых пчел в улье, то можно и нарушить правила! А кто колдует? Ах, да любая взрослая фея! Няня Плам, наколдуй мне, пожалуйста, сон! Забросто! Нет, няня, не его нужно усыпить! Пчел! И почему же он не уточнил это? А что случилось? Так, давайте разберемся! Ты хочешь, чтобы я усыпила пчел? Если ты не против, то да! Они все заснули! Хорошо! Теперь туда не страшно войти! Теперь ты войдешь туда и принесешь мед? Не так сразу! Нужно подстраховаться! Подстраховаться? Но как? Нужно кое-что сделать на тот случай, если пчелы проснутся! Только посмотри, что я придумал! Няня, что он делает? Даже не представляю! Наверное, что-то глупое, но веселое! Та-дам! Я же говорила, переоделся в пчелу! Да! Если пчелы проснутся, они решат, что я тоже пчела и не ужалят меня! Отличная идея! Да, Бен! Теперь я просто залечу в улей! Ты же не умеешь летать! Я нет! Зато вертолет умеет! Поднимай! Поднимаю! Пчелы спят? Конечно, спят! Костюм надет? Костюм надет! Банка есть? Банка есть! Тогда вперед! Смотрите, как работает хранитель пчел! Спокойный, мудрый и рассудительный! Я пчела! Ж-ж-ж-ж! Опускай меня! Я внутри! Опусти пониже! Ж-ж-ж! Ж-ж-ж-ж! Ох, и все это ради банки меда! Да! Это так здорово! Слишком близко! Чуть повыше! Немного левее! Пчелы скоро проснутся, надо бы ему поспешить! Кажется, я на месте! Старый эльф, скорей! М-м-м-м! Пчелы просыпаются! Старый эльф, давай скорее! Ну, давай же! Ну, вот и все! Готово! Спокойный, мудрый, рассудительный! Ах! Ах! Милые пчелки! Я взял у вас немножко меда! Я пчела! Ж-ж-ж-ж! Поднимай! Ж-ж-ж-ж! Поднимай! Миссия выполнена! Спокойный, мудрый, рассудительный! Няня, что делают эти пчелы? Похоже, они решили следовать за ним! А-а-а! Пчелиный рой! Вытащите меня! Смотрите, как их много! Почему они летят за ним? Наверное, думают, что он королева! А-а-а! Быстрее! Держись! Мы почти у маленького замка! Слава Богу! Окно открыто! Ммм, что-то здесь сквозняк! Закрою-ка я окно! Оу! Это ты? Старый эльф, что ты? А-а-а! Банка с медом! Какой прекрасный сервис! Ты даже переоделся в пчелу! Да? Пустите меня! Что за шутки, старый эльф? Тш-ш-ш! Что творится? Пчелы! Пчелы! А-а-а! Я раньше тоже боялся пчел, но оказывается, они приносят большую пользу! Тш-ш-ш! Кто это выключил свет? Идите за мной, Ваше Величество! Куда это мы идем? Тш-ш-ш! Старый эльф, у тебя должна быть серьезная причина или... О, ничего себе! Что здесь делают пчелы? А-а-а! Пчелы решили, что маленький замок – их новый дом, Ваше Величество! Что? Взгляните на это по-другому! Теперь у вас будет меда сколько захотите! Почему они все сюда прилетели? Они подумали, что я королева пчела и летели за мной! Я не хочу, чтобы они здесь жили! Тш-ш-ш! Если пчелы нас заметят, то снова полетят за мной! О, понятно! Что же ты мне сразу не сказал? Эй, пчелы! Он здесь! Сюда! А-а-а! Спасите меня от них! Не бойся, старый эльф! Я тебя вытащу! Стой! Как же мой мед? Они нас догоняют! Попробуй от них оторваться! Минета, держись! А-а-а! 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 Попробую спуститься ниже! Разве мы не рядом? А-а-а! А-а-а! С озером! Вон королева пчела! В смысле, старый эльф! А вон и пчелы! Сюда! Вот ваша королева! Вот так я добываю мед из улья! Спокойный, мудрый, рассудительный! Эй! В чем дело? Вы что, никогда раньше не видели хранителя пчел в одних трусах? Спокойный, мудрый, рассудительный! Да, так точно! И поверьте мне, это совсем не сложно для такого профессионала, как я! Может, тогда и мне баночку меда принесешь? Ну, уж нет! По крайней мере, и не сегодня! Королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке Королева Холли Дети, мы с мамой уезжаем на день по королевским делам А это значит, что вы остаетесь дома с няней Плам Все будет хорошо, Ваше Величество! И никаких проделок! Я не хочу, чтобы наше королевство было в лягушках, желе или еще в чем-то! Нет, папа! Пока нас нет, вы представляете короля и королеву чертополох! Так это делает меня королевой? Да, похоже, что так и есть Только на сегодня Чудесно! Волшебная машина, вперед! Пока! Пока, не шалите! Пока! Королева Холли Мне нравится, как звучит! Приветствую! Я королева Холли! О, привет, Бен! Здравствуйте, няня Плам! Холли может выйти погулять? Боюсь, Холли очень занята сегодня Ей приходится управлять королевством Что? Бен! Иди сюда! Быстрее! Хорошо! Привет, Холли! Для тебя королева Холли! Что? Мама и папа ненадолго уехали И они меня оставили за главную во всем королевстве! Да ну! Вот я и королева Холли! Привет! Здравствуйте, няня Плам! Я пришел забрать эльфа Бена Ему пора в школу Хорошо, минутку! Няня! Пропусти старого мудрого эльфа! Я все улажу! Конечно! Ваше Величество! Входите! Здравствуйте, принцесса Холли! Сегодня я не принцесса Холли! Сегодня для вас я королева Холли! У меня нет времени для ваших игр и шуток! Я пришел забрать Бена в школу! О! Подожди, Бен! Мамы и папы сегодня нет! Поэтому я главная во всем королевстве! Это правда, няня Плам? Боюсь, что да! И вот, что я решила! Что сегодня Бен не должен идти в школу! Это официально! Ну, это очень необычно! Вообще-то, школа отменяется сегодня для всех детей! Занятий не будет? Да! Это закон! Потому что я королева Холли! Эээ, конечно, королева Холли! О, нет! Дети так расстроятся, когда узнают эти новости! Дети, королева Холли мне сказала, что сегодня занятий, к сожалению, не будет! Ура! 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 Занятий! Занятий! Спасибо тебе, королева Холли! Ура! Ура! Сегодня будет праздник! Даже для взрослых! Праздник для всех! Даже для старого мудрого эльфа! И для няни Плам! О! Работать сегодня запрещено! Это закон! Но что нам делать целый день? Эээ, играть в игры! Да! Вы должны играть и быть счастливыми! Потому что я королева Холли! Спасибо, королева Холли! Так, мистер Эльф, дальше по списку доставка продуктов в маленький замок! Хорошо, миссис Эльф, какой сегодня тяжелый день! Да, но эльфы любят работать! А мы эльфы! Эльфы! Осторонись, эльф работает! Сегодня никто не работает, мистер Эльф! Выходной! Это правда, старый мудрый эльф? Эх, 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 боюсь, что да... Но у меня срочная доставка продуктов в маленький замок! Лучше приходите завтра! Хорошо, пока! Пока! Кстати, о еде! Я уже проголодался! И я тоже! И я! И я! И я! Королева Холли! Мы молоды! Хорошо! Приказываю всем вам покушать! Быть королевой оказывается так легко! Но никто не приготовил еду! Потому что у всех выходной! Королева Холли, если вы разрешите эльфам работать, мы приготовим обед для всех! Нет, нет! Сегодня все должны отдыхать! Это же законный выходной! Но мы молоды! Нам нужно еду! А я приготовлю! Ура! А что же мы любим кушать по выходным? Мороженое! Да! Так и будет! Все будете кушать мороженое! Ура! Спасибо! Королева Холли! Куда мы идем? На кухню! Мы можем использовать котел, чтобы приготовить мороженое! Ты хочешь приготовить мороженое с помощью магии? Ну, конечно же! Но, Холли, твои заклинания не всегда срабатывают правильно! Делать мороженое очень легко! Смотри! Абракадив! 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 Абракапонг! Кажется, я сказала что-то про мороженое и... Целый день! О, нет! Скоро будем дома? Да! И желательно, чтобы наше королевство не было в лягушках, желе или еще в чем-то! Да! Уверена, Холли ведет себя хорошо! А-а-а! Здесь так много мороженого! Останови заклинание, Холли! Отмени его! А-а-а! Все прекратится, когда скажу стоп! 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 Фух! Так намного лучше! А-а-а! Эй! Где наше мороженое? А-а-а! Не может быть! А-а-а! А я пыталась отменить заклинание, но... Но все стало хуже! Хорошо, что короля и королевы здесь нет, и они не видят этот беспорядок! Это король и королева! Ура! Ура! Очень приятно, что вы решили нас так поприветствовать! Я первым хочу сказать, что я несказанно рад вашему возвращению, ваше величество! Пока вас не было... Да, да, я так устал, так что позже поговорим! Э-э-э... Стойте! Э-э-э... Может, вам лучше пойти прогуляться, ваше величество? Я просто затеяла уборку в замке! Спасибо, Ня-ня-ня-плам! Но я так хочу принять расслабляющую ванну! А-а-а-а! 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 А-а-а! А-а-а-а! Мороженое! Прости, папа! Это я во всем виновата! Я хотела быть хорошей королевой и всех сделать счастливыми! Но это сложнее, чем я думала! Хе-хе-хе! Я знаю, Холли, я знаю! Особенно с эльфами! С ними так трудно! А-хе-хе-хем! Мы счастливы, когда нам есть чем заняться! Эльфы любят работать! А мы эльфы! Хе-хе-хе! Тогда я приказываю вам немедленно начинать работать! Ура! Первым вашим заданием будет убрать все это мороженое! Спасибо, Ваше Величество! Трижды ура королю чертополоху! И королеве Холли! Гирги-гирги-ура! Гирги-ура! Гирги-ура! Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается на лугу! Пикник в маленьком королевстве! Это здорово! Какое еще маленькое королевство? Пап, ну как же! Такое, где живут феи и эльфы! Люси, мы это уже обсуждали! Феи и эльфов не существует! Да нет же, они есть! Конечно, милый! Ты же сам их видел! Ха-ха-ха! Это все, конечно, очень мило! Я раньше подыгрывал вам, но хватит уже глупить! Это все равно, что сказать, что животные умеют разговаривать! Привет, Люси! А-а-а! Говорящее животное! Это я! Эльф Бен! А-а-а! Привет, Бен! А почему ты кролик? Холли меня случайно в него превратила! Это было говорящее животное! По помощь! Рекс, вернись! Рекс, нет! Плохой пес! Привет, Люси! Привет, Холли! Ты тут не видела говорящего кролика? Видела! Он только что был здесь! Вот и я! Плохой Бен! Бен, тебе нельзя убегать, когда на тебе чары! Вы рассеете чары? Конечно! Так-то лучше! Давайте теперь во что-нибудь поиграем! Давайте в мяч! Лови, Бен! Лови, Фиолет! Вот бы мне с вами поиграть, но я слишком большая! Не проблема! Сейчас я тебя быстренько уменьшу! Ой! Класс! Я маленькая! Люси, теперь ты совсем такая же, как мы! Я что, навсегда останусь такой? Нет! Только до утра! Завтра ты снова станешь большой! А можно и Рексу уменьшить? Теперь ты сможешь делать то же самое, что и мы! О, а можно мне покататься на Гастоне? Ладно! Держись крепче за рожки! Нажми на них, чтобы поехать! Теперь потяни на себя, чтобы взлететь! Сильно не тяни, а то он сделает петлю в воздухе! Это так весело! А можно посмотреть ваши дома? Конечно! Хочешь пойти сначала к большому дереву эльфа? Или к маленькому замку? Хочешь ко мне в гости? А где ты живешь, Стробери? Мы с Фиолет живем в деревне Фей! О! Я очень хочу увидеть деревню Фей! Хорошо! Тогда за мной! Вот она, деревня Фей! Ого! Вы что, живете в мухоморах? Да! Раньше мы жили в съедобных грибах, но большой народ собирает их! Никто не ест мухоморы! Но я не вижу дверей! Дверь есть! Она волшебная! Нужно стукнуть три раза! Покрутиться и сказать! Сим-Сим, откройся! Видишь? Приветствую вас! Здравствуйте! Привет, папочка! Мой папа мэр Фей! Да! И ты пришла вовремя, как раз к собранию! Какое собрание? Срочное собрание! Срочное собрание! Как ваш мэр, я созвал это срочное собрание, потому что на нашем лугу большой народ... Большой народ! Боев взрослых! Маленькая девочка и собака! У них пикник! Как вы все знаете, большой народ опасен для нас! Можно мне? Они наступили на моего прадеда! И съели мой дом! Нам нужно быть очень осторожными! Если увидите большой народ, бейте тревогу! Я видела большого человека! Что? Где? Кто? Я! Я большой человек! Большой человек! Тревога! Тревога! Большой человек! Я что, им не нравлюсь? Не переживай, Люси! Ты же не виновата, что ты из большого народа! И сейчас она маленькая, такая же, как мы! Люси наша подруга! Да! Посмотрите на ее ноги! Они такие маленькие! Она никого не раздавит! Да, она выглядит достаточно маленькой! Для большого народа! Коля уменьшила меня! А, понятно! И большая, и маленькая Люси всегда остается нашей подругой! В таком случае, давайте отменим тревогу! Люси, хочешь с нами пообедать? Прошу тебя, будь нашей гостьей! Пообедать? Ой, я же совсем забыла! Меня ждут родители на лугу! Мы проводим тебя! Идем! Пока! 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 Да, все так и есть, мой дорогой! Эльфы и феи существуют! И говорящие кролики? Ну, для меня это тоже новость! Но, как видно, и они бывают! Нет, я не могу в это поверить! Мы все это придумали! Привет, мам! Привет, пап! А-а-а! Люси! Да! Холли уменьшила меня! Но это только на один день! О, как это мило! Правда ведь, дорогой? Хм... Вы не волнуйтесь! Это же не навсегда! Это всего лишь до утра! Я придумала! Ты можешь сегодня переночевать у меня! О, ура! Правда? Конечно! В маленьком замке много комнат! Это будет просто здорово! Можно? А-а-а! Думаю, это хорошая идея! Повеселитесь! Супер! Пока, мам! Пока, пап! До завтра! А-а-а! 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 Хм... Говорящие кролики, эльфы, феи, уменьшенная дочь... Идем, мой дорогой, нам пора домой! А-а-а! 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 Няня! Поздоровайся с Люси! Люси? А кто это? Ты же её знаешь! Правда? Она обычно немного больше! А-а-а! Люси из большого народа! Привет! Обычно ты намного больше! Я её уменьшила и пригласила переночевать сегодня у нас! Да? А что будет утром, когда она снова вырастет? Замок взорвётся! Не переживайте! Мы обязательно выведем её из замка до утра! Ну, ладно! А Гастон и Рекс могут спать на кухне! Что? Ну, хорошо! Но только если они не будут пачкать пол! Пол! Это моя комната! Мы можем устроить ночной пир! Да! Во время ночёвки обязательно должен быть пир! Это закон! О, я устала! Я тоже! И я! Полночь настала? Нет! До полуночи ещё долго! Мне так спать хочется! Нам нельзя спать до полуночи! Иначе это не настоящая ночёвка! Боже мой, Рекс! Что ты здесь делаешь? Утро уже наступило! Ты можешь вырасти в любой момент! Кыш, кыш, бегом! Ты начинаешь расти! Выходи! Успела! Ещё бы чуть-чуть и быть беде! Ну что же ты шумишь? Ты нас разбудила! Холи, а где Люси? Тш-ш-ш! Она ещё спит! Что? Так буди же её и выводи из замка скорее! Пока она не выросла! Точно! Мы забыли! Люси! Люси! Проснись! Что такое творится? Ты растёшь! Бежим скорей отсюда! Скорее, скорее! Все наружу! Ой-ой, слишком поздно! Ого! Вот так пробуждение! Милая Люси, ты в порядке? Я в полном порядке! Доброе утро! Люси здесь? Э-э-э, вообще-то да! Я просто хотел извиниться перед ней! Не все большие люди ломают наши дома и наступают на нас! А-а-а! Ой, простите, пожалуйста! Я нечаянно наступила на вас! Ничего страшного! На меня ещё никогда не наступал такой хороший человек! Ну, а как же мне выбраться из замка? Э-э-э, немного магии и всё будет в порядке! Фуф, спасибо, няня Плам! Люси, пора домой! Это моя мама! Мне пора! У вас было здорово! Спасибо! Да! Это было весело! В следующий раз мы придём к тебе в гости! О! Прекрасная идея! Пока! Пора! Вот ты где! Привет, Люси! Ты хорошо провела время! Это было самое лучшее приключение! Правда, Рекс? Вау-вау! Хе-хе-хе! Водолевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке! Зубная фея! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе! Но всё, на сегодня хватит игр! Бену пора отправляться домой! Ой, а можно мы ещё чуть-чуть поиграем? Нет, Холли, тебе пора спать! Но ведь тебе тоже пора спать, няня Плам! Ну что ты, нет! Я всю ночь буду работать! Всю ночь будешь работать? Я зубная фея! Ты зубная фея? Да! Когда у малыша выпадает молочный зуб, он перед сном кладёт его под подушку! Ночью я забираю зубик и оставляю взамен монетку! Ух ты! Выпал зуб молочный! Позови средь ночи зубную фею! О, интересно! Сегодня я должна забрать зуб одной девочки! Можно нам с тобой, няня? Ммм, только если вы не будете шуметь! Нам нельзя разбудить девочку, ясно? Мы будем как мышки, правда, Бен? Эльфы умеют вести себя тихо! А я ведь эльф! Тихо! Ну и ну! Вот почему не бывает зубных эльфов! Только зубные феи! Уже поздно, дети! Нельзя так шуметь! Разве тебе не пора домой, Бен? Мы хотим посмотреть, как работает зубная фея! Но тебе ведь завтра в школу, Холли! У нас каникулы! Но на улице так темно! Принцессе Холли уже пора учиться летать ночью! Но работа у зубной феи тяжелая, а иногда и опасная! Мы будем осторожны! Но? Ну, пожалуйста! Ладно, если будете слушаться няню! Ура! Выпал зуб молочный! Позови средь ночи зубную фею! Няня, а почему мама сказала, что работа зубной феи опасна? Когда летаешь ночью, надо быть на чеку, чтобы не попасть в беду! Какую беду? В паутину, например! Добрый вечер, мадам паучиха! Извините, что испортили вам сеть! Этот маленький эльф еще не привык к ночным полетам! Фух! Пока! Спасибо, няня План! Няня, а чего еще нам нужно остерегаться? Окон! Это еще что такое? Молодец, Холли! Ты нашла дом нашей девочки! А вот и сама малышка! Она не похожа на малышку! Ух ты, какая огромная! Тихо! Уши у нее тоже немаленькие! Она может нас услышать! Так что не шумите! Со мной! Такая хорошенькая! Не подходите близко, принцесса Холли! Ах, ее дыхание затягивает меня! Маши крылышками! Я же говорил, надо быть очень-очень осторожными! Теперь самое сложное! Нам надо достать зуб из-под подушки и не разбудить при этом девочку! Как это? Подушка плавно поднимись! Ух ты! Вот и он! Застрял! Раз, два, три! Взяли! Спасибо, Бен! Смотрите, вот он какой! Передний молочный зуб! А как же монетка няня? Вот она! О, нет! В чем дело? О, девочка написала нам письмо! Какая досада! Я люблю получать письма! Но дети всегда ждут ответа! Нам придется вернуться сюда! Можно я прочитаю? Дорогая зубная фея! Каково это, жить в стране волшебней? Волшебнее? Такое название может быть только у выдуманной страны! Она там пишет об эльфах! Эм, нет, Бен! Может, ей просто не хватило места на листочке? Но она написала с любовью Люси! Какое красивое имя! Тихо! Помните, принцесса Холли! Нам нельзя ее будить! Няня! А что нам теперь делать с зубом? Мы отдадим его эльфам! Они о нем позаботятся! Сюда! Я надеюсь, там никого нет! Тогда можно будет оставить зуб и уйти! Добрый вечер! Я к вашим услугам! Привет! Доставка зуба! Вы заполнили отчет о доставке? Да! Кажется, здесь не хватает некоторых данных! Где вы нашли этот зуб? Под подушкой! Так, под подушкой! Ну и ну! Вы даже не вписали имя его хозяйки! Мы ее знаем! Ее зовут Люси! Люси! И она написала нам письмо! А! Письмо! На него надо обязательно ответить до утра! Я напишу ответ! Дорогая Люси! В маленьком королевстве очень красиво! Здесь живет много фей! И эльфов! Ладно, Бен! А еще здесь живет много эльфов! С любовью, принцесса Холли! И эльф Бен! И эльф Бен! Чмок-чмок-чмок! Теперь надо отнести его обратно! Нужно торопиться! Уже почти утро! Кто-то идет! Прячьтесь под кровать! Должно быть, это мама Люси! О, нет! Окно закрыто! Как мы отсюда выберемся? Работенка для эльфа! Эльфы умеют открывать окна! А я ведь эльф! Стой, Бен! Ты разбудишь Люси! Прости! Мне кажется, одного эльфа здесь недостаточно! Надо вызвать остальных! О, мой телефон здесь не ловит сигнал! Не стой слишком близко, Бен! А-а-а-а! На помощь! Что уговорила няня? Ах да! Маши крылышками! Но я эльф! У меня нет крыльев! Значит, а-а-а! Маши руками! А-а-а-а! Привет! А-а-а! Ты ведь должна спать! Тебе нельзя нас видеть! А вы кто? А-а-а! Я Холли! Принцесса-фей! Настоящие принцессы-фей с крылышками и волшебной палочкой? Хе-хе-хе! Да! А это Бен! Он эльф! Привет, Холли! Привет, Бен! Вот! Ответ на твое письмо! Спасибо! О! Какое маленькое! Связь ужасная! Мудрый эльф! Няня Плам! Вы хоть знаете, который час? Мне некогда сверять часы! В доме девочки закрыто окно! Нужны эльфы, чтобы вызволить нас! Ясно! Сколько вам нужно эльфов? Все, что есть! Мы зашли через окно! Но теперь оно закрыто! Путь свободен! Спасибо, Люси! Было приятно познакомиться, Люси! Хотя мы не должны были разбудить тебя! Ничего! Я притворюсь, будто сплю! Пока! Вы все-таки разбудили девочку! Мы не хотели, няня! Да ладно! Они всегда просыпаются! Эльфы-спасатели! Эльфы-спасатели! Итак, где окно, которое нужно открыть? Вы через него зашли! Так ведь это окно открыто! Да, мы сами справились! Вы зря ехали! Простите! Простите? Вы поднялись к кровати всех эльфов в маленьком королевстве! Тихо, тихо! Вы можете потише! Конечно могу! Все эльфы умеют вести себя тихо! А вы эльфы! Нет! Вот почему не бывает зубных эльфов! Вы слишком шумные! Что случилось, Люси? Мы услышали шум! Все в порядке! Она спит! Можете выходить! Фух! Пока, Люси! Еще увидимся! Пока, Бен и Холли! А можно мы с вами? Я еле шевелю крылышками! Прошу на борт! Здорово было! Выползут молочные! Позови средь ночи! Зубы умерю! Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается на ферме эльфов! Школа верховой езды Мисс Джоли Как видишь, Бен, капуста уже полностью созрела! Да, пап! Как же я люблю капусту! Да, пап! Сегодня мы соберем ее, а потом будем есть капустный суп каждый вечер! Да, пап! У нас будет капустный суп в понедельник, капустный суп во вторник, капустный суп в среду, капустный суп... Привет, Бен! Привет, Холли! Мы идем в школу езды на улитках Миссис Джоли! Фух! Улитки ужасные создания! Нет, они просто прелесть! Там есть Добин и Робин Гуд! У него такие щечки! Я хочу прокатиться на кексике! Он такой милый! Они все такие милые! Улитки совсем не милые! Они едят мою капусту! Но на них так весело ездить! Ребята, вы пойдите с нами! Езда на улитках звучит немного подевчачье! А вот и нет! Улитки могут двигаться очень быстро! Мне кажется, стоит попробовать! Да, ковбои же ездят на них! Мы можем надеть наши ковбойские шляпы! Отлично! Идем! Только держите этих улиток подальше от моей капусты! Мы на месте! Школа верховой езды мисс Джоли! О, где же мисс Джоли? У-у-у! Триггер! Смирно, мальчик! Всем привет! Доброе утро, мисс Джоли! Вы готовы к сегодняшним приключениям? Да, мисс Джоли! Прекрасно! Я вижу, среди нас появились ковбои! И-ха! Запомните одну вещь! Улитки не любят громких звуков! Они очень застенчивы! Да, мисс Джоли! Не волнуйся, Триггер! Ковбой – твой друг! Вот и славно! А теперь идем знакомиться с вашими улитками! Здесь у нас Добин, Маффин, Кексик… Они такие милые! Тофи, Бобби, Спиди, Робин Гуд и Самсон! Э-э-э, мисс Джоли! Да? А у Самсона нет раковины! Это потому, что он слезняк! Фу-у-у! Слезняк! Кто захочет кататься на слезняке? Так, дети, нельзя обходить улитку сзади! Почему? Потому что улитка может вас хорошенько лягнуть! Вот почему! Хо-хо-хо! Что-то Спиди сегодня не в духе! Ха-ха-ха! Вы должны привыкнуть к своим улиткам! Протяните руку, чтобы они принюхались! Хе-хе-хе! Привет, Бобби! Улитки будут стесняться, пока не привыкнут к вам! Погладь Бобби по его раковине! Ну же, Бобби, не бойся! Вот так! Теперь вы друзья! Значит, можно покататься? Сперва нужно поработать! Например, прибраться в стойлах! Что значит прибраться? Отмыть от помёта улиток! Помёт улиток? Все взяли по ведёрку и лопатки и за работу! Помёт улиток так ужасно пахнет! Так, держайте, ребята! Молодцы! А теперь все дружно моем руки! Переходим к грумингу! К грумингу? Это чистка и полировка! Берём щётки и натираем раковины улиток до блеска! Мы займёмся Спиди! Тише, малыш! Тише! Мы просто хотим отполировать твою раковину! О, смирно, мальчик! У него очень резвый нрав! Не бойся! Бобби выглядит так красиво, как и Доббин! Посмотрите на Маффина! Он весь сияет! Отличная работа! Прекрасно! Замечательно! Перед тем, как оседлать улиток, мы должны дать им прикорм! Что такое прикорм? Еда! Берём немного овощей и раздаём их улиткам! Держи морковку, Робин Гуд! А тебе, Бобби, вкусный капустный лист! Они любят свежие овощи! Они такие голодные! О, да! Могут есть целыми днями, если их не остановить! А теперь время езды! Каждый выбирает себе улитку! О, можно мне взять Бобби? Пожалуйста! Да! Я верхом на улитке! Я выбираю Робин Гуда! Я поеду на Маффине! Таффи! Кексик! Я выбираю Спиди! О, всё дело в том, что Спиди ещё не объезжен! Что это значит? Это значит, что на нём ещё никто не ездил! Он слишком резвый! Да, он ещё молод! Ветер в голове гуляет! Можно я буду первым, кто оседлает Спиди? Ты можешь попробовать, но должен держаться крепко за спину, иначе он скинет тебя! Звучит, как задача для эльфа-ковбоя! Мне нравится твой настрой, ковбой Бен! Ковбой Бен! И-ха! Твоя очередь, Джейк! Кого выберешь ты? Добина или Самсона? Э-э-э... Может, Добин? Я знаю, это странно, что тебя, Самсон, никогда не выбирают! Ну, ничего, оставайся здесь и отдыхай! Пора ехать! Э-э-э, мисс Джоли! Да? Что нужно сказать, чтобы улитки тронулись? Нужно сказать «но»! Но! 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 Начинаем улиточные бега! Отличный день для езды на улитках, правда? А куда мы едем? Просто катаемся по лугу! Э-э-э, мисс Джоли! Слизняк Самсон идет за нами! О, я вижу! Продолжайте! Я скоро догоню вас! Ах ты, непослушный слезняк! Тебе нельзя с нами? Едем обратно в стойло! Не отстаем! Не отстаем, ребята! Хм, а куда теперь? Мисс Джоли сказала кататься по лугу! Хм, тогда нам сюда! А что происходит? Ну, я думаю, он знает дорогу! Я не знала, что улитки могут так быстро передвигаться! Может, они учуяли то, что они любят? И что это? Так, эльфы, а теперь погрузим эту капусту! Вот так урожай! Да, в этом году нам удалось уберечь капусту от вредителей! Никаких мошек! Никаких гусениц! И самое главное, никаких... Улитки! 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 А-а-а! Это нашествие! А-а-а! Улитки, это же! Улитки! Улитки! Нет, Спиди, остановись! Скорее, грузите капусту в грузовик эльфов! А ну, прочь от моей капусты! Спасайте капусту! Нет! Нет! Что эти улитки делают здесь? А-а-а! У нас класс верховой езды! Это ужасно! Они едят быстрее, чем мы можем унести! Улитки! Улитки, стоять! Вы маленькие прожорливые улитки! Маленькие? Они съели половину нашего урожая! Ну, а чего вы хотели? Ведь вы вырастили такую вкусную капусту! Но... но... Дети, вы хорошо провели время сегодня? Да! Спасибо, мистер! На здоровье! И еще мы должны сказать огромное спасибо мистеру эльфу за такое вкусное угощение для улиток! Да уж, на здоровье! Кстати, больше всего на свете они любят салат латук! Вырастите немного к следующему разу, хорошо? Люди считают улиток вредителями, но на самом деле они просто прелесть! Да! Они такие милые и забавные создания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова